так привет ну что ж так у меня тут все гаснет и гаснет так привет значит очередная я вас предупреждаю я больше не буду делать вот такие видео когда я достаю украшения и их там показываю и показываю 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 это будет все видео я просто буду говорить в данном случае что что это такое в данном случае кружева ирландские вот как вы можете отличить ирландское кружево от другого кружева у тут есть такие цветочки которые сейчас так вот тут вот точки которые с лепесточками они вот вывязаны цветы вот когда вывязаны вот таким образом цветы это отличительная особенность, именно ирландский кружев. И современное платье, которое куплено, даже будете смеяться, осос. Хотя я говорила, что я не буду, мне не нравится и все. Но вот такое красивое, очень удобное и мне главное, чтобы хлопок был. Удалось мне там нарыть. Оно и хлопковое, и эластичное. То есть оно хорошо садится, ну и очень хорошо подошло именно вот тут такая ткань с цветами и очень хорошо подошел такой воротник. И самое главное, я вам еще раз говорю, очень сложно подобрать горлышко. Они все совершенно разного диаметра, потому что изначально воротники, естественно, делались для определенного платья. Как только оно от платья отрезан или к платью не пришит, очень трудно найти такое платье, чтобы воротничок, то есть окружность платья и окружность кружева совпадала. Если не совпадать, сидеть будет ужасно. И поэтому вот эта вот современная мода брать воротнички китайские, которые на веревочке и их там куда-то просто привязывать, куда попало, ну, Китай и Китай есть как бы. Есть Китай, а есть старинные кружева. Вот. Они у меня такие все белоснежные, изумительные. И это спасибо мне, потому что когда они приезжали, они не такие приезжали. Мне иногда, когда я получала в начале кружева, у меня вообще волосы дымно становились, потому что у меня даже один раз такое пришло, что впечатление, что его просто в заварке очень долго держали. Они все какие-то пожелтевшие, даже без, может быть, пятна, может быть, где-то ниточки порваны. И приходится потом это очень долго отбеливать, открахмаливать, там, чинить. Когда я вижу, что уже слишком много работы, я просто возвращаю. Иногда бывает, что вот у меня есть один воротник, который ну весь уже починен. То есть вообще-то там чуть не лускутый. Он весь починен прежними владельцами, но такой шедевр, что, в общем, я его весь закрепила, я прошлась, но как-то возвращать обратно рука не поднялась. Вот этот мне повезло. Он совершенно новенький был, чистенький. Я не помню, чтобы он был такой беленький. Это как моя домработница говорит, люблю, когда беленьку. Вот, я тоже люблю, когда беленьку. Мы в этом смысле с ней очень солидарны. И в данном случае вот это, ну я сама это все делала, естественно. Моих рук делала. И выглядит, ну, как видите, как новенький абсолютно. Что касается вот этого колье, это работа чешская. Это настоящий хрусталь богемский, да. Вы знаете, что хрусталь Сваровского и богемский хрусталь совершенно одно и то же. Потому что Сваровский, вот, основатель фирмы, он тоже, он был чех. Он потом переехал в Австрию, когда была Австрия Венгерская империя. Это было просто, как переехать из Москвы в Ленинград, в Петербург, и в принципе в Чехии остались дизайнеры по хрусталю. И вот такой я купила с такими клипсами. Мне, конечно, больше идут длинные серьги, но что поделаешь, в данном случае сережки, они такие клипсы. И сейчас у меня света нет. Ай, падать не надо, пожалуйста. Вот, ну в принципе это сейчас весной хорошо, на солнышке сверкает и все. Ну и конечно этот туалет, я потом его ближе покажу, может быть, я не знаю, показывать вам вообще. Ну так бюстом лезть в камеру как-то не очень, но вот кружевая, они вот такие вот. Может быть я потом покажу в деталях. Это у меня костюм на какие-то вернисажи. Сейчас у нас уже месяц, как лето, уже тепло, все ходит с коротким рукавом. И это хорошо в какой-то музей, на какой-то вернисаж. То есть что-то дневное. Это не вечерний, конечно, вариант. Вот. Ну и к нему там, соответственно, всякие еще другие причиндалы. Собственно, не об этом видео. Видео о духах. И так вот в каждом видео я буду вам показывать, объяснять только одно украшение и только одно кружево. И только одно платье, да. А потом будем переходить к теме. Потому что вываливать сейчас все эти тоны. Я когда подбирала, у меня так получилось, что я подобрала к платьям кружева. И у меня осталась, естественно, в резерве там, ну, основная часть всех кружев. И когда я подбирала, я разложила по роялю, по полу, по дивану вообще, то есть по всем поверхностям. У меня лежали эти кружева. Я ходила с одним платьем и искала, чтобы горлышко подошло. Конечно, когда я ходила по этой квартире, заваленной кружевами, я думала о том, что взять так, камеры снять, показать им, объяснить. Но потом я подумала, а потом ученики попадут на это видео. Вот. А там профессора какой-то фигней занимается. В общем, как-то это все не поймут. Совершенно не поймут. Я все-таки тут в местном менталитете нахожусь. Он сильно отличается от русского. Так что, ну, посмотрим. Может быть, потом я это сделаю. Значит так. Духи. Я купила еще одни духи, но это не ниша. Хотя обычно я нишей пользуюсь только. А это, будете смеяться, куку. Куку Шенелевская. Естественно, в виде парфюма. А это у нас, кстати, в виде чего? Это парфюмированная вода была. Моя. Это парфюмированная вода. А это парфюм. Вот. Я очень хотела. Я очень его люблю. Он прям, ну, люблю не могу. Больше люблю, чем номер пять. Номер пять. Он очень быстро с меня улетает. Я его просто совсем не ощущаю. А этим куку я просто упиваюсь. Это маленький вот такой вот. И все-таки я дождалась скидок. Очень смешно было. У нас были двадцатипроцентные скидки в Сифуа. Я купила. Прихожу домой. Причем мне продали без пластика, без слофановой обертки. И потому что это были последние. И я как-то так вот доверилась, что называется. Приезжаю домой, открываю сумку. И у меня вся сумка пахнет этими куку. Да что ж такое? Я беру, оказывается, отломано горлышко было совершенно. То есть оно было отломано вместе с пробкой. И все это лилось, значит, разлилось по всей сумке. Мне пришлось тут же развернуться, ехать обратно, хотя это на другом конце Парижа. Приезжаю и говорю, а что мне делать? Мне говорят, как, чего? Мы вам сейчас деньги вернем. Ну, хорошо. А я уже решила обязательно их покупать. Я поехала в Сефуа на Елисейских полях. И на подходе я вижу английскую аптеку. Мне кто-то говорил про английскую аптеку. Я туда захожу, и мне продавщица говорит, что у них ограниченное количество духов, но они дешевле. И она делает всегда 20% скитки. Вот это мой вам совет. Запомните, если вы в Париже покупаете духи, вам нужны не Сефуа, не Марионо, не большие какие-то магазины типа там Галерея Лафаэд и так далее, если вы хотите сэкономить, то вы идете в английскую аптеку на Шан-Зелизе, и там всегда 20% скидки. Другое дело, что там нет такого огромного выбора, как в Сефуа, естественно, это не сравнить. Но уж Ку-Ку-Та Шинель уж точно найдется, потому что это большая классика, это везде есть и все. И мне это обошлось даже на 10 евро дешевле, чем тот, который я вернула. В общем, я была ужасно довольна, что я и сэкономила, и место новое нашла, и где все дешевле, и обзавелась наконец своим драгоценным Ку-Ку-Ку-Ку, которое просто у меня на сегодняшний день просто ощущение, что Мне это нравится больше, чем... Ой, не могу, просто помираю. Обожаю я их. Обожаю ку-ку, просто обожаю. Вот, это значит... А дальше я вам расскажу вообще очень смешную вещь. Я купила... Мне очень хотелось розу. Вот прям что-то меня на этой розе переклинило. И я ходила, нюхала самая жесть стиля роза. Как он? Лютан? Лютанс? Черт его знает, я его не покупаю. У него же девушки из Берлина, тоже там другая роза. Потом у меня есть, в принципе, этот самый... У меня периодически выскакивают из головы какие-то. У меня просто вышибает вот это. Вот, вот я как вдохнула ку-ку, так у меня все мозги и улетели вместе с этим божественным ароматом. Голд Амуаж, там же тоже роза. Мне хотелось розу. Вот хотелось, хотелось. Никак не могла. И тут я прихожу совершенно по другим делам в один магазин, который продает всякие масла, эфирные масла и вообще базы. То есть магазин для девушек, которые занимаются сами кремоварением и прочее. Я этим не занимаюсь, этим занимается моя сестра в Москве. У нее это очень хорошо получается. Но она меня вот на этот магазин-то и навела. И я случайно на него набрела. В Париже, когда просто гуляла, что хорошая красивая погода, солнышко светит. В общем, набрела на этот магазин. И там, пока я, естественно, набирала огромную корзинку, я могу вам, конечно, показать, но мне даже стыдно. Я оттуда приперла какой-то ящик масел, эфирных масел, всяких элементов для косметики. А это самую пудру крапивы, ну, перемолотую крапиву в порошок, порошок крапивы для волос. В общем, я еле дотащила вообще все, что я там набрала. И там для изготовления кремов, там стояли флагранс, флагранс, значит, парфюм для того, чтобы капать в крем и давать одушку. И там всякие там розы, там туда-сюда. В общем, взяла я это. Называется розовые лепестки. А, да, гидролаты я оттуда привезла, как Ирена Владе очень советовала. И масло брокколи, которое Ирена Владе советовала. В общем, я там затарилась вот так. Не знаю, показывать вам, не показывать. Напишите мне, если вам это интересно, покажу. Короче, я там нашла вот этот аромат розовых лепестков. Ребята, оно стоит, по-моему, то ли 3, то ли 4 евро. Вот такой вот пузырь. Просто аромата розы. И он очень пахнет розой. То есть я капнула на ночную рубашку. У меня неделю этот запах. Вот ее просто, я ее потом спрятала, потому что у меня аж голова болела, потому что я переборщила. Потому что он невероятно концентрированный. Моноаромат, который для того, чтобы капать в крем, то есть это можно на коже, ничего не будет. Вот. И я, там было очень много. Там были всякие там и моноароматы, и смеси. Там что-то экзотическое, например. Там смеси экзотических цветов и фруктов. Что-то там лесное, что-то там свежее, какие-то там аромат, аромат смеси цитрусов. Я из всего этого выбрала только 2 аромата. Сейчас покажу какой. Значит, вот этот вот розовых лепестков, причем в большом объеме, он просто пахнет как роза. И маленький флакончик, больших не было, шоколад. Там еще была ваниль, но эта ваниль, она почему-то какая-то была химозная. Я не знаю, мне не понравилось. Наверное, потому что в чистом виде нельзя. А, у меня этот шоколад-то и не вскрыт. Вот сейчас я при вас его буду вскрывать. Запах, сильный запах шоколада. Это очень хорошо. Знаете, зачем? Я одно время покупала крем для тела с сильным запахом шоколада. И приезжала моя подружка. У меня тогда был огромный дом, и я там готова была принять там всех друзей, всех знакомых. И приезжала, у меня останавливалась моя любимая подруга из Берлина, с которой я просто обожаю общаться. И она у меня все время, значит, шибала. То есть я поняла, что ей нравится этот шоколадный крем. И я всегда к ее приходу, приезду припасала, значит, этот шоколадный крем. Кстати, она приедет в апрель, и надо мне не забыть ей подарить... Нет, сейчас ей нельзя. Ну, в общем, в принципе, да. Так вот, вместо шоколадного крема я купила теперь вот этот вот аромат шоколада. Аромат такой вкусный-вкусный, каких-то вот черный именно шоколад, именно какие-то конфеты пролины. Невероятно сильный запах просто. То есть достаточно одной капли в любое средство для тела. Будешь просто... все будут ходить следом и хотеть тебя съесть. Вот. Так что мне очень-очень вот эта вот идея понравилась. Я бы там и ландыш купила, вместо того, чтобы покупать этого диорессима, да. Диорессима у нас с ландышем. Я бы купила бы за 3 евро такой пузырек ландышевого аромата. Но он весь кончился. Там, судя по всему, он пользуется безумным успехом. И там и клубника. Я клубнику сначала положила в корзинку, землянику, еще что-то. Потом я посовестилась и вынула. И сохраняла только этих два. То есть я не люблю, когда у меня дома болтаются вещи. И я их не пользуюсь. Что-то я вся сагбенная такая. Все сутуюсь. Да. Вот. Короче, обнимаю вас всех. Подписывайтесь на конкурс. Не забудьте, там конкурс висит с бусиками. Вот. Еще я сейчас пока вот это вот одевала. Я там еще нашла бусики, которые я на следующий конкурс. Так что всем хватит. Целую вас. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...